Несмотря на то, что первый снегопад для большинства харьковчан стал скорее поводом для радости и внеплановых прогулок на свежем воздухе, проблем, особенно на окраинах города, он людям тоже добавил. Да, скользковато, я бы сказала. Выхожу с дома, боюсь упасть, иду с ними шагами. Это естественно. Ну, в центре, в принципе, еще более-менее. За его пределами, да. Ну, я как бы к этому готова. Просто иду аккуратнее, спокойно, медленно. Ну, пока не скользко. Если сейчас это все подтает, а потом мороз, как обычно, тогда будет не очень. Водители особых неудобств не ощущают. Подавляющее большинство уже заменили летнюю резину на зимнюю, поэтому уверяют, передвигаться по городу пока не проблематично. Тем не менее, беспокойства по поводу работы дорожных служб не скрывают, смогут ли те вовремя расчистить дороги от снега. С моим опытом вождения дискомфорта я не ощущаю. То есть, у вас не влияет никак то, что снег пошел? Абсолютно. Резина зимняя. К зиме готов. Ну, пока резина справляется. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы почистили. Ну, в принципе, в прошлом году вопросов не было. Снегопад на следующий день уже более-менее чистят. О том, что сегодня работы прибавилось, говорят и сотрудники коммунальных служб. С самого утра коммунальщики работают в усиленном режиме. На сайте Харьковского городского совета указано, город уже закупил 16 тысяч тонн песка и 7 тысяч тонн соли, которых, как уверяют чиновники, хватит до конца зимы. Посыпать дороги начали ещё две недели назад, после первых заморозков. О том, что сегодня из-за снегопада работают активнее, говорят и в госавтоинспекции. Сегодня рано вранце уже техника выезжала на складные такие места, где спуски и подъемы. Проезжая часть оброблена песчано-соляной сумещью. Температура на сегодняшний день, ну, как бы, на данный момент дозволяет, ну, відменно працювати цей сумещей. Тому на проезжей частини, мы бачим, немає ожеледицы. Согласно статистике, за сегодня количество аварий на дороге не увеличилось, говорит Олег Никоненко. Однако трудности могут возникнуть, если снег подтает, а затем из-за минусовой температуры дороги покроются льдом. Метеорологи, в свою очередь, утверждают, гололёд появится уже завтра. А харьковчанам советуют одеваться потеплее, поскольку, начиная с этих выходных, в Харьков придёт похолодание. Самый холодный будет период, это будет период с 1 по 3 число, когда температуры ночью опустятся до 8-13 мороза ночью, а днём будет 3-8 мороза. Ну, а во всё остальное время температура ночью в пределах 2-7 мороза, а днём 0-5, может быть, минус 4, плюс 1, вот так. То есть, в городе, конечно, будет теплее, чем, например, в области. Всю следующую неделю метеорологи также обещают снегопады без осадков только во вторник и среду. В эти же дни облачную погоду, возможно, сменит солнечная, однако температура так и останется минусовой. А вот уже с 4 декабря и до конца недели будет идти снег. Лариса Говина, Андрей Домовой, Александр Омановский, агентство телевидения новости.